Правительство и Национальный банк теперь будут действовать по новому плану. Разработан специальный пакет мер. Он направлен на предотвращение социально-экономических потрясений в связи с событиями в Украине. Главное направление – это контроль над инфляцией и стабильность на валютном рынке. Даля Насипова расскажет подробнее. Без четкого плана в нынешних условиях не обойтись. Правительство намерено первым делом добиться стабильности на валютном рынке и взять под контроль инфляцию. Поработать над созданием новых рабочих мест и помочь развитию предпринимательства. Большой акцент сделан на сельские населенные пункты, моногорода и окраины. На их развитие в этом году направят до 200 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Увеличат и финансирование программы «Дорожная карта бизнеса». Глобальная задача индустриализации экономики. Это позволит замещать импортные товары, отечественные. Тогда и разница в курсе валют будет не так ощущаться. Из экстренных мер компенсация владельцам тенговых депозитов в размере 10% от вклада. Но коснется эта мера не всех. Дополнительные деньги получат участники системы гарантирования вкладов и от Баса-банка. При этом максимальный размер депозита не должен быть более 20 миллионов тенге. Премию начисляют через 12 месяцев из бюджетных средств. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты, довостребования и условные депозиты. Представленные оперативные меры призваны оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана и, в частности, на его валютный сегмент, а в перспективе снизить инфляционные ожидания. Из-за напряженной мировой обстановки курс тенге сейчас очень нестабилен. По мнению финансиста Рахима Ушахбаева, доллар, который стремительно вырос за последние два дня, будет только укреплять позиции, а высокая цена на нефть не влияет на курс национальной валюты. Если вы построите два графика – цена на нефть и курс тенге, вы увидите, какая бы высокая или низкая цена на нефть не была, тенге всегда девальвируется. Поэтому, я думаю, что не исключено, в этом году мы увидим 500 тенге за доллар и, возможно, даже больше. Ранее Нацбанк повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5%. Насколько эффективными окажутся принимаемые меры, казахстанцы узнают в ближайшее время.